Я считаю, что власть в истории со строительством трассы через Химкинский лес продемонстрировала все свое жлобство. Когда принимается решение в узких коридорах, в маленьких кабинетах, власти совершенно не считают нужным согласовывать принятое решение с общественностью. Потом для них становится большим удивлением, когда люди выходят на улицу, начинают протестовать и отстаивать свои права. Я считаю, что у защитников Химкинского леса есть большие успехи. Действительно удалось эту проблему выпустить на общефедеральный уровень. И показать власти, что вот этот вот стиль общения с людьми, когда решение принимается заранее, а людей просто уведомляют, этот стиль неприемлемый. И я уверен, что на самом деле власти уже сами пожалели, что ввязались в этот конфликт с гражданами, потому что на самом деле в таких конфликтах и появляется гражданская общество. Я всячески поддерживаю требования отставки Громова, но мне кажется, что требования надо расширять. Надо не только добиваться отставки тех или иных губернаторов, надо добиваться права возвращения граждан, но и право выбирать губернаторов и в Московской области, и в Москве, и в других российских регионах. Мы пришли сюда в поддержку Татьяны Анатольевны Догилевой, которая подверглась большим репрессиям со стороны Никиты Сергеевича Михалкова. На Малом Казихинском переулке они строят гостиницу и тем самым нарушают права и законы интереса граждан. Создают огромный шум на этой территории. Дома соседние подвергаются трещинам большим, там огромные трещины. Люди не знают, что делать. Никита Сергеевич Михалков, я хочу обратиться к вам. Если вы не прекратите свои репрессии, то я буду иметь дело с вами лично. Дорогие друзья, большое спасибо, что вы пришли сегодня на это мероприятие. Дело в том, что это первый в истории России такой митинг, когда вместе собрались защитники культурного наследия и защитники экологии. Это не политический митинг. Просто собрались люди, которые любят природу, которые любят красивые дома, которым важно историческое наследие нашей Родины, которые просто любят свою Родину. Поэтому мы пришли сюда. Этот митинг поддержали люди культуры. Его поддержала Татьяна Догилева, Немаляева. Его поддержал Юрий Шевчук. И сегодня такой же митинг пройдет в других городах России. В этом митинге, на этом митинге мы будем требовать конкретных вещей. Почему мы объединились? Да, экологи и защитники культурного наследия. Мы поняли, что у нас один враг. И имя этому врагу – коррумпированный чиновник, который расширает все, что мы любим. Который уничтожает наши леса ради барыша. Который уничтожает культурное наследие. Прекрасные старинные дома, чтобы застраивать их безвкусным новоделом. Которому все равно, какое лицо будет у нашей Родины. И какое будущее будет у наших детей. Вот почему мы здесь. Я пришла сюда, для того, чтобы сказать в отставку министра транспорта Игоря Левитина. Коррупционера, который ответственен за уничтожение Шереметьевского леса. Который положил глаз на Химкинский лес. Нам, народу, удалось найти альтернативный вариант прокладки трассы. И сейчас он лежит на столе у президента. И я надеюсь, у нашего президента хватит пороху сказать нет коррупционерам. Ну посмотрим, насколько его хватит. Мы пришли сказать в отставку Громова, который весь лесозащитный поезд Москвы объем и назвал зоной урбанизации. Который хочет наши леса закатать в асфальт и построить один огромный склад вместо наших лесов. И я думаю, ко мне присоединятся мои коллеги, которые защищают Казихинский перевулок. У них будет еще целый перечень тех коррупционеров, которые давно пора послать в отставку. Друзья, еще раз огромное спасибо вам, что вы пришли. Это очень ценно, потому что нам не на кого с вами надеяться, кроме на нас самих. Защитим! 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 Наша наследие! Защитим! Наша наследие! Добрый день, уважаемые друзья! Вы сегодня пришли принципиально без флагов, хотя, наверное, стоит бы взять. Но могу сказать, что действительно справедливо Россия участвует. Хотя это началось бы с того, что сегодня, когда мы открываем газеты, включаем телевизор, открываем журналы, Мы видим красивые громкие слова о переменах в Москве Многие из них действительно правда Действительно разрываются инвестконтракты Останавливаются коррупционные стройки Но несмотря на это, люди, которые во многом были правыми, левыми руками и ногами Юрия Михайловича Лужкова Сегодня остались на своих позициях Поэтому хочу сказать, что справедливая Россия И надеюсь, к нам приснятся другие политические партии, общественные движения Будут добиваться отставки Ресина, Кузьмина, в том числе Бытокова Тех, кто имел отношение непосредственно к разрушению Москвы Вы знаете, вот мы защитили Кадаши, защитили Пушкинскую площадь Удалось спасти многие районы, где шли точная застройка Где строительство гаражей на родах шло и многое другое Прокуратура вынесла свои решения, что они незаконны Ну а где уважаемый генпрокурор или прокурор Москвы, где дела? Почему люди, которые непосредственно подкупали чиновников Люди, которые вели эти незаконные стройки До сих пор дают те же взятки и до сих пор не сидят на нарах Вот сегодня необходимо вспомнить фамилии тех И я предлагаю всем взяться и создать тот список Те люди, которые должны сесть за все свои махинации Вы знаете, на самом деле, какая бы власть ни пришла И, безусловно, очень важно, что Сергей Собянин многие проблемы пытается решить Но какая бы власть ни была, на самом деле, если не решить вопрос участия гражданского общества Решения московских проблем, все те язвы, которые были, они сохранятся В этой связи есть конкретное предложение Многие из нас участвуют в публичных слушаниях Мы знаем, как они проходят, как их фальсифицируют И самое важное, в законе о публичных слушаниях ничего не сказано Что конкретное участие конкретных людей может привести к тому, что стройка будет незаконной Ничего, ну давайте пропишем хотя бы процент людей Если они выступают против, то стройки не будет Это решит 50% существующих проблем Второе, во всей Европе развивается принцип прямой демократии Когда у нас проводятся референдумы У нас проходят референдумы только по объединению губернии Ну что это такое? Ну давайте, наконец-то, выработаем реальный, там, создание реальный механизм прямой демократии Когда после строительства, уже выдачи разрешение чиновникам коррумпированной поведении стройки Она просто-напросто будет закрыта, когда люди выразят свой протест Это надо сделать, без этого никак нельзя И многие знают, что у нас будут президентские выборы, будут выборы в Госдуму Но никто не говорит о том, что выборы в декабре будут также в муниципальные органы власти А дело в том, что они не решают никакие проблемы Они могут только решить посадку морковки на клумбах Больше ни о чем, никаких полномочий у них нет Ну давайте, наконец-то, Москва последует примерно других городов И мы дадим механизм этим органам власти, финансовые, административные рычаги Чтобы они могли влиять на принятие решений Тогда на нас люди будут идти на выборы Они тогда непосредственно будут участвовать в деятельности Муниципальные депутаты, как это граждане, будут их защищать В этой связи вот эти наши конкретные требования И вы знаете, последнее, чем хотелось бы отметить Вот когда я пришел, мы часто не обращаем внимания на вывески Но это, конечно, кошмар Вот до сих пор у нас многие говорят, что пора снять все эти вывески А они до сих пор просто-напросто висят Они уничтожают вот тот облик мацыр, который существует Защитим историческую Москву Дорогие друзья, наконец-то в Москву пришла весна И есть надежда, что и мы все активизируемся И научимся действительно власть ставить на место Власть, которая взорвалась Власть, которая, по сути дела, и превратилась в ту самую мафию О которой мы сегодня говорим А ведь по Конституции Вот сегодня символично, 3 апреля Третья статья Конституции Источник власти Это народ, как написано в Конституции Многонациональный народ России Но ведь на практике это не так Мы прекрасно знаем На практике источник власти Это деньги Это связи Это преступления Что угодно Обман, ложь, но никак не народ Потому что народ сегодня от этой власти отрезан Нет ни выборов нормальных Нет ни нормального местного самоуправления Нет нормальных механизмов контроля за властью И у нас остается только один сегодня выход Сидеть, ждать Вот хороший мэр будет, Собянин, или плохой Хороший президент будет в 2012 году, или плохой Ну так нельзя Это же игра в рулетку, понимаете Может быть Собянин прекрасный человек А может быть он завтра Такие тут меры начнет закручивать Что мы все заплачем Поэтому сегодня надо перестать Вот это Надеяться на Собянина Или на Путина Или на Медведева Бессмысленно все это Вот я вчера смотрел телевизор Собянин Но он полгода занимается пиар-компанией Его для того И сменили за год до выборов Чтобы он к выборам подготовил Нормальный для Единой России результат Он все острые вопросы сейчас заморозил Но это далеко не факт Что они будут решены позитивно для нас А то, о чем мы говорим уже годы Нас и бьют И в отделение сажают На 15 суток Насколько Мы говорим Включите народ Граждан в управление И городом И страной Где в Москве Нормальное местное самоуправление У него все права отняли Сегодня муниципалитет Это практически ничто Ни одна проблема там не решается Без того, чтобы мы сами включались В управление городом Ничего не будет И никакой Собянин Ни Путин, ни Медведев Нам не помогут Поэтому Сегодня только можно сказать одно В каждом районе В каждом округе Москвы Мы должны выстраивать Такую низовую Альтернативную сеть Гражданской взаимопомощи Чтобы мы знали друг друга Знали координаты друг друга Быстро оповещали друг друга О том, что происходит И мчались друг к другу на помощь Вот это равнодушие Которая выражается в том Что каждый сидит в своем углу И никогда не придет на помощь соседу Надо преодолевать Сегодня за 20 лет Нас как-то разобщили Надо это преодолевать И тогда действительно Мы сможем и строительную мафию победить И властную мафию победить А это порой одно и то же Сегодня И взять наш город И нашу страну Под свой контроль Потому что это наш город Наша страна И давайте скажем Это наш город Это наш город Это наш город Это наш город Я хочу напомнить Как год назад Мы все собирались На чистых прудах На митинг против Генплана Тогда было полное ощущение Безусходности Мы понимали, что сейчас будет принят Этот губительный для Москвы документ И наш город погибнет И будет разрушен Мы даже не могли себе представить Что за этот год произойдет столько событий Что удастся отстоять столько строек Спасти столько зданий Что Лужков идет в отставку И что действия самого Генплана Сейчас пока приостановлены И он пересматривается Но это только первые шаги Все равно у власти остались все чиновники Практически Все, которые были при Лужкове Все равно они будут пытаться Пролоббировать те решения По тем постановлениям Которые были выданы при старом мэре Мы согласны сотрудничать С новым руководством Москвы Но оно должно повернуться Обязательно лицом к народу Мы должны быть услышаны Иначе нам придется выходить на улицы За последние годы Я думаю, не у меня одного чувства Что город перестает быть нам родным Сносятся памятники Стены завешены рекламой Парки подрезают и сокращают Подмосковные леса вырубают Вырубают даже деревья Когда сносят пятиэтажки И оставляют деревья только На том месте, где будет построен Элитный дом В наших дворах уже нечем дышать От обилия точной застройки В каждую дырку Втыкают офисник, элитник Или торгово-развлекательный центр Это город как будто уже Не пригоден для жизни На стройках обилия мигрантов Работающих в рабских условиях Московских строителей Просто давно они безработные И строят дачи в области Кажется, все это неприятно Но разве связано между собой? Связано Все это деятельность Московской строительной мафии Все это деятельность чех-чиновников И прикормленных ими строителей Которые воруют Которые берут деньги из городского бюджета Крутят их И строят дома Которым выгодно Чтоб квартиры в нашем городе Стоили такие деньги Чтоб ни один нормальный человек Не мог себе купить квартиру никогда Московское строительство Стало настоящей пирамидой И эта пирамида Оставляет после себя выжженную землю Эта пирамида питается нашей с вами кровью Нас оставляют без воздуха Без жилья Без зелени Мы требуем остановить Этот воровской бандитский механизм Мы требуем проверить Все коррупционные обвинения Которые выдвигались Против старого правительства Москвы А то они думают Что они поговорили-поговорили А сняли Лужкова И уже теперь молчать можно Мы требуем проверить Расходы Всех московских чиновников Что сейчас должен чувствовать Бекетов Который Оказавшись в инвалидном кресле Не видит результатов своей работы Мы должны продолжить его дело И вместе со мной Поддержите пожалуйста Стрельченко в отставку Стрельченко в отставку Стрельченко в отставку